добрый день друзья добрый день и у нас сегодня очередной выпуск другарни инфодайнга и мы будем говорить о парадоксальном восприятии от той книги которая еще не издана которая пока вычитывается и уходит в коррекцию но скоро появится да но по ней приходит много вопросов она действительно будет издана малым тиражом она действительно будет у нее под нее пишется специально на сайте сабришина магазине пишется алгоритм ее можно будет заказать только тем кто купил все остальные книги почему так почему не иначе дело в том что даже вот я перечитываю эту книгу она читается крайне медленно и вычитывается крайне медленно потому что читаешь одну главу и на тебя сваливается огромный объем информации и этот объем информации он как бы спровоцирован тем что написано но при этом распаковываешь интерпретируешь его ты сам и эти объемы информации после каждой главы дают глубинное сознание озарение и вы знаете в зависимости того с каким уровнем сознание пришел человек и начал читать это такие озарения его и накрывают потому что между властью и созданием лежит глобально пропасть но власть это то что нам привычно ну вот банальный пример возьмем из жизни вот у вас есть муж вот он делает не так как вы хотите вот у вас есть свое мнение у него свое ваше мнение не сходится какие варианты чтобы урегулировать конфликт первый вариант вы соглашаетесь на то что он сказал то есть вы прогибаетесь вы давите себя второй вариант он соглашается на то что вы сказали прогибает себя прогибает себя он но как бы вы из власти уже к нему заходите вы для него авторитет и он уступает вам но может еще быть 3 нейтральный вариант когда и один и второй отказались от задуманного а других вариантов то и нету вариант создания создания того сценария который нужен который удовлетворит обоих в моменте здесь и сейчас он даже не предусмотрен то есть даже в моментах которые говорят компромиссные мы с обсудим мы договоримся все равно кто-то себя давит кто-то уступает а вот так чтобы убрать давление этого вообще нет то есть на таких качелях строится игра и когда мы идем в автоматическом сценарии а мы сейчас очень плотно занимаемся автоматизмом человека и у нас даже вот книга парадоксальное восприятие там даже есть места где терминология меняется то есть привычная которая который мы разговариваем как мы общаемся она уходит там идут другие определения другая терминология почему потому что становится очевидным что иначе ты не выйдешь из игры а когда ты видишь целостно то ты видишь решение которое одновременно устраивает обоих которые априори есть и сознание одного персонажа может создать данный сценарий удовлетворяющих удовлетворяющих и ущи обоих потому что это все есть одно сознание единое и тогда вот эти моменты где ты себя ужимаешь подстраиваешься находишь компромиссные варианты или отказываешься оно отсутствует и даже когда вот сейчас я объясняю где-то внутри такого не может быть есть какое-то еще решение да есть она есть но смотрите как это близко к власти потому что одно же сознание занимается созданием второе как бы априори является его частью следует за этим и это тогда у человека у сознания недоразвитого автоматически включает качели власти шри шафот и когда мы видим это мы сознаем почему литература такого порядка всегда была закрытая почему люди дорываясь до нее начинали какие-то глобальные игры именно глобальные глобального масштаба и при этом скатывались в пропасть а потом деградировали эти семьи которые начинали эти игры вы можете сами посмотреть историю вы можете посмотреть даже вот американскую историю и потому что дальше вот это вот единого решения так не компромиссного а именно создающего люди не освоили то есть они не смогли расшириться в своем сознании до этого уровня не до уровня создания вот смотрите когда человек читает наши книги сначала у него постепенно происходит расширение восприятия и она как бы кардинально смещается до и в какой-то момент описывает 360 градусов а когда человек приходит то он считает что он же у него развит интеллект у него развита программа у макс насчет интеллект очень часто спорные вопросы но программа ума развита точно она достаточно ограничена и вот через призму своей ограниченности человек начинает брать эту информацию соответственно она в него вваливается как за каждой главой она идет блоком и дальше тут два варианта первый вариант он ее не чувствует и не способен взять и тогда вся глава останется лишь писаниной которой есть глава то есть она не распакует какую-то информацию человека будет разочарование второй момент он начинает распаковывать из состоянии власти а там уже что бог пошлет да потому что а бог то в это время вне его потому что он же играет во власть и вот это страшные моменты и поэтому мы думали как нам поступить для себя чтобы наши вот эти части наше сознание не продолжало деградировать и чтобы мы никоим образом не способствовали деградации и нашли единый единственный вариант это сделать такое назвать это ограничением для деградирующего сознание это ограничение а для развивающегося сознания это знаете как ну ограничение ты не пойдешь десятый класс пока ты не закончишь перед этим хотя бы начальную школу нет смысла двигаться дальше ли ты не поступаешь институт пока у тебя нет образования средней школы это нормально то есть вот это вот момент это моменты расширения сознания сознание должно быть на определенной ступени расширения без которой вход дальше как бы может нанести вред то есть если первокласснику начать в голову впихивать матрицы и логарифмы он может дифференциалы он может просто начать психовать плакать и на нервном срыве у ребенка могут быть проблемы психического склада да точно так же и здесь все точно так же по подобию поэтому вот этот момент мы решили как бы сделать для себя для того чтобы не способствовать деградации того сознания который уже в деградации и не способна пройти этот путь чтобы четко удержать поток направления то ценность тех знаний которые заложены в книгах перед парадоксальным восприятием то есть чтобы удержать этот поток чтобы не было обесценивание и не было вот этого взрыва непонятного когда ты не понимаешь что там что парадоксальном о чем я читаю взрыв происходит вот нервный взрыв то есть психика перевозбуждается и человек не способен двигаться дальше то есть даже сегодня перечитывая книгу которую написали мы сами вычитываю я сама могу взять одну две главы не более за раз после этого я хожу меня еще сутки накрывает информация и мне хочется еще раскрытие это 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 и кажется еще так мало сказано и в какой-то момент понимаешь что не надо это все раскрывать это каждый вот эту грань раскроет для себя сам более того он будет перечитывать эту эту книгу десятки раз и десятки раз раскрывать эту новую грань потому что за каждой главой идет поток за каждой главой идет объем информации как бриллиант который сверкает разными поверла вот это поле парадокса наша жизнь написана в парадоксе и эта книга написана в парадоксе и если мы рассмотрим человеческую психику то она парадоксальна в ней есть мир психики который делится сразу делится на над сознание и подсознание да и за этим миром есть точно такое же зеркальное отражение этого мира который называют мир мертвых наверное лучше назвать это анти психика или антимир психический человека и точно также есть внутренний мир и точно так же там есть антимир внутренний человека и в одном хранится вся информация а в другом есть переотражение и переотражение идут через зеркала а эти зеркала могут быть грязные и иногда они грязные иногда там и вина и обида и злость и власть самое страшное это здесь власть вот реально а платформа b3 здесь просто она горит красным цветом потому что любого человека будет провоцировать на власть любого вот он читает и понимает в его руках инструменты все бери управляй и в то же самое время а что ты творишь при этом снимаются оковы страха ты понимаешь что ты один и все творишь собой и оковы страха уходят а вот это вот состояние неосознанно поэтому дабы не было вот этой чуши когда ну гранату даешь в руки обезьяне потому что решили защитить это дело тем что человек во всяком случае мы свою часть марлезонского балета выполнили а дальше 2 часть парадокса даст мы каждая ответственность каждая сторона несет ответственность на сто процентов мы свои сто процентов сделали так как мы видим чтобы не нанести человеку вред и вторая сторона со своей стороны имеет право не читать взять и потом пытаться через ум войти прочесть это заново но на самом деле это уже будет нереально нереально это будет искажение 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 потерянная возможность да на самом деле между властью и созданием действительно огромная пропасть и в то же время тоненькая тоненькая пленочка настолько тонкая как лезвие наверное лезвие бритвы это еще тоньше чем лезвие бритвы вот эту грань ее надо действительно прочувствовать и осознать да и это может чистое сознание чистое сознание которое к этому моменту уже пришло само вот именно сознание которое готово прочесть парадоксальное восприятие и у него есть путь а кстати о чистоте сознания в нашем обществе вообще не принято говорить я сейчас приведу просто пример мне вчера очень сильно улыбнула когда я прочитала одну новость такую интересную в беларуси есть город полоцк это удивительно красивый город реально очень красивый город и там есть въездное кольцо когда в его въезжаешь и там его сейчас реконструирует государство решило вложить деньги и народу на обсуждение выдали два варианта каким должно быть въездное кольцо в город город исторически туда приезжает много туристов первый вариант очень красиво оформлены оформили цветами и поставили крест то есть на въезде огромный такому золотистый крест это первый вариант к обсуждению второй вариант сделали это же кольцо тоже оформили красиво и поставили танк и народу говорят вы выберете крест или танк я вчера так хохотала у меня вчера вообще был вот смотрите как устроено сознание коллективное танк это о чем это о войне это ты будешь бороться это ты будешь чего-то достигать ты будешь в борьбе я готов я готов воевать не да как вариант второй вариант крест это о чем это смерти это за упокой то есть я готов либо воевать либо умереть а жить ребята а жить вы когда собираетесь а любить и счастливыми быть вы когда собираетесь а когда мы говорим о любви это о чем это родники это чистом сознании а чё фонтан поставить нельзя чтоб била чистая родниковая вода это о жизни вы говорите о смерти и войне а надо о жизни всего лишь о жизни и о счастье цветы и фонтан и больше ничего не надо и поэтому между крестом и танком конечно когда крест или танк еще поставьте а еще папа скончил или папа скончил но это все о смерти ребят и там и там о смерти что вы воюете и гибните что вы сразу крест это за упокой да аминь на крест смотришь и хочется сказать аминь а жизнь где а любовь где а счастье где а счастье это чистом сознании а чистое сознание что отражает вода вода фонтан и это не сложно и вот когда такие вещи видишь они ржачные на самом деле когда у человека знаете как выбор ограничивается есть очень хорошо да есть хорошо есть плохо есть ужасно и вот есть точка ноль и вот между точкой вот этим 0 у человека так очень хорошо забыли вот берем сразу хорошо потом ой не хорошо вот плохо а можно и там 0 ужасно плохо ужасно и вот эти вот границы остаются человек живет вот маленьком этом меркеску кожаном он даже про очень хорошо забыл он это сразу отбросил ну правильно давайте жизнь отбросим а будем сразу либо кладбище либо стрелять да наверно этих компьютерных игру игрушек пересмотрели и телеграм-каналов перечитали и поэтому идут коллективные игры отдайте человеку родник жизни будет все по-другому вот наши книги это вот этот чистый родник родник чистого сознания когда мы человека просто возвращаем к себе и говорим ты же посмотри какую херню ты творишь вот зачем это тебе надо зачем тебе надо куда-то лететь вот когда рассматриваешь автоматизм есть такой пример это тоже из парадоксального восприятия смотрите человек бежит и не задумывается ему у него всегда хорошо там где его нет то есть хорошо где-то в америке то начнет начните общаться с людьми там ой там в америке хорошо или там а в австралии хорошо а нова зеландия прекрасно мой китай какой молодец но ты живешь здесь ты живешь здесь и у тебя всегда хорошо там где тебя нет а ты попробуй сделать хорошо там где ты есть а ты попробуй сделать так чтобы счастье было там где ты живешь работаешь где где есть ты где есть ты то есть где ты там и солнце где ты там и Где ты, там и творчество. Где ты, там и искренность. И вот если каждый человек начнет вот с этого, то вдруг он заметит, что у него в жизни исчезает куча проблем. Ему не надо совершать пустые автоматические действия, когда он просто бежит, как белка в колесе в моменте «здесь и сейчас». И не задумывается, что он пришел в рай. Что он живет в счастье. Что у него открыты все возможности. И только он своим скукоженным узким зрением обрезал себе жизнь и оставил только кладбище и войну. Зачем? Можно увидеть жизнь. Можно увидеть любовь. Можно увидеть счастье. Но для этого надо стать шире. Вот когда мы смотрим на мир с парадоксального восприятия, мы видим все варианты сразу. Поэтому вот то, что говорят идеи, озарение, это вот-вот-вот-вот, оно очевидно. Любое, на любую тему. А когда человек скукожен, он в своем зациклен, он этого не видит. Он не видит, и он тогда становится автоматом. И вот этот автоматизм нам отражают наши больные дети. И вот этот автоматизм отражается у нас кучей зря потерянного времени, когда мы бежали, творили какую-то ерунду. И потом не понимали, зачем мы ее творили. И очень много действий совершается мужчинами, женщинами в семьях, которые не просто не нужны, которые безумны по своей сути. То есть иногда читаешь сообщения, как там родители общаются со своими детьми, как там болезни проявляются, как появилась болезнь у ребенка. И так смотришь, и иногда просто шок возникает. Такое не может быть. А разум где? Вот первый вопрос, который у нас возникает, а разум где? А разума нет. И вы знаете, как ни парадоксально, мы сейчас будем говорить жесткие вещи, очень часто разума нет у пап. Очень редкие мужчины, которые обладают разумом, очень редкие. И при этом роль пап, мы ее как-то всегда игнорировали, когда работали с мамами, потому что вот эта разумная часть у мужчин, она как бы второстепенна. То есть мужчина, его больше используют как ломовую лошадь, которая должна зарабатывать деньги и обеспечивать семью. И как бы его мнение на самом деле не авторитетно всегда. Да, и если как бы считается так, да, если ребенок больной в семье, то занимается этим мама, а папа так, он в сторонке. Он будет их обеспечивать в сторонке, да. Типа даже это, если восточных мужчин взять, то там вообще аншлаг полный, потому что они сразу, это ты виноват, это твоя генетика, это твоя родня, они полностью все спихивают на женщин. То есть безответственность стопроцентная. И в этом особую роль сыграла религия, потому что, как правило, на Востоке она достаточно сильна. И чем более сильна религия, тем более безответственен человек. Есть прямая связь в подсознании. Это вообще просто, это очевидная вещь, чем мы сейчас проговариваем вслух. Так вот, мы когда раньше работали с мамами, мы папам уделяли мало внимания, как бы, ну, есть уже ребенок и есть. И, как правило, ребенок копирует все-таки программы с мамой в текущей жизни и загрузил и так далее. А вот когда мы начали изучать моменты автоматизма, например, те же самые стимы у детей, это элементы автоматизма, мы вдруг обнаружили одну очень интересную тему. Мы обнаружили, мы уже и говорили, мы это замечали, что разрешение на выход ребенку дает папа из болезни. А если мы берем темы автоматизма, и, например, вот мы сейчас экспериментально провели такую штуку. Мы взяли энное количество детей, их мам, семей, тех, кто у нас работает в чате. Мы даже не писали, не говорили, что мы вот сейчас работаем новой экспериментальной психотехнической базой, связанной именно с автоматизированными программами у человека, там, где человек проявляется как робот. И отработали семьи. И вы знаете, очень интересная реакция. Мамы очень быстро начали разбираться с ложью, с ленью. Мамы очень быстро включились в процесс, а папа начала выносить. И выносит двумя путями. Либо у папы наступают внутри абсолютное успокоение, принятие, и вдруг им хочется перестать лгать самому себе и перестать делать то, что вызывает у него внутри, как сопротивление, как включение программ совести, как перестать насиловать себя. То есть, но это идёт в очень спокойном режиме, в таком тихом, здравом разуме. Это очень силовая часть, это у сильных пап. И есть вторая часть, это у пап, которые имеют раздутые эго, мыльные пузыри, как мы их называем. Вот там идёт взрыв. И взрыв идёт на уровне психики. Там, где начинаются нервные срывы, выгорания, где бьёт по здоровью. Вдруг ни с того ни с сё может заклинить любой орган. Почему? Потому что человек... Ну, знаете, когда вы бежите, 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 и уже всё, сердце не выдерживает. Точно так же он может не выдержать лёгкие, печень, почки, всё что угодно. И точно так же не выдерживает нервная система, когда уже своё собственное подсознание хочет дать по башке, подставить под ножку и сказать, ну, полежи ты в больничке и подумай. Ну, в конце концов, ну, когда-то же раз, он должен включиться. А вот этот вот бегущий робот-автомат, который уперся башкой в стенку, продолжает при этом гребти ногами, да? Он должен как-то выключиться. И вот получается, в тот момент, когда отцы включаются, у детей идёт выход стопроцентный. Именно стопроцентный. То есть это уже когда мы можем сказать, что у ребёнка не вернётся назад аутизм, и ребёнок полностью свободен. Даже если у него есть физиологические нарушения в этой жизни, которые не восстановились или будут восстанавливаться ещё, но он уже в следующей жизни абсолютно свободен, абсолютно его психика приходит в норму. И информационный обмен у него отлажен, даже если ещё сохранились проблемы в физическом теле. То есть вот эти моменты, когда мы наблюдаем моменты такого стопроцентного освобождения ребёнка, вот этот момент связан, когда мы работаем со всей семьёй как единой системой. И вот у нас сейчас в эксперименте 10 семей. Вот, 10 семей из наших мам с детьми. И у нас сейчас в эксперименте наши семьи. И ещё есть персонажи, которые мы взяли дополнительно для того, чтобы наблюдать и смотреть. Те персонажи, которые вообще не предполагают, что с ними работают. Ну, мы тоже таких несколько человек взяли. Вот, для того, чтобы увидеть изменения. Включится ли осознанность и включится ли человек? Уйдёт ли биоробот? Потому что, когда мы говорили о ботах, когда мы говорили о ботах, когда-то на ранних этапах, мы видели, что там... А души-то и нет у человека. А скажите, а как это души нет у человека? Ну да, это структура, которая в надсознательной части отражена, её нет. Человек-автомат... Подождите, но у него же есть сознание. Это сознание точно так же божественное. Ну, он же... Ну, прямо он же не сидит в дурке и не пускает слюни. С выключенным сознанием, закатанными глазами. Придурочек такой, да? Нет, это нормальный человек, который нормально живёт. Просто он полностью автоматизирован. У него работает какое-то программное обеспечение, которое не позволяет у него вообще включаться разум. Но программа ума при этом у него молотит тоже в автоматическом режиме. Это как самолёт, летит на автопилоте. Вот. И нам было интересно разобраться, откуда этот автопилот включается, потому что всё-таки в семьях, где больные дети, там, как правило, автопилоты у папы и у мамы. То есть там редко, где отсутствует автопилот у мамы, но у папы это практически 99,9% автопилоты. Потому что если у папы выключается автопилот, то ребёнок поправится. Ну да. Потому что у папы будет включён разум. И по-любому тогда либо будет другая мама, либо, 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 и тогда воспитанием ребёнка больше занимается папа. Как ни странно. То есть там есть свои смещения. И вот эти моменты, когда мы это дело видим, когда мы его осознаём, видим, как это работает в психике, описываем. Ну, соответственно, смотрите, вот мы начали с парадоксального восприятия. А смотрите, какие сложные темы разворачиваются через призму этой книги. Вообще, они сумасшедшие, эти вещи. Они, ну, смотрите, исследование Павлова заканчивалось на исследовании инстинктов. Вот эти автоматические реакции у человека. То есть инстинктивная часть. Она описана прекрасно. Если брать гипноз, то очень хорошо описал таблицу физиологических реакций катков. Это состояние засыпания. Они описаны, они у всех людей по одному идут. А дальше что? Ведь в психике есть глубже автоматизм. Или вы думаете, Павловым и Катковым автоматизм закончился? Нет. Ещё даже не начинался. Посмотрите на свою жизнь. А теперь вот в моменте здесь и сейчас попытайтесь вспомнить свою жизнь, если вы находитесь в среднем возрасте. И знаете, что вы сделаете? Вы обесцените свою жизнь. Вы обесцените полностью свой жизненный путь. Ну, это там было так, это вот так. И в воспоминаниях. А уже когда вы приходите к старости, вы начинаете вырывать какие-то сюжеты, которым вы придаёте важность для того, чтобы кому-то рассказать и поучать, для того, чтобы чувствовать свою нужность. Потому что вы уже не нужны сами себе. Потому что у вас нету своей игры. Но при этом жизнь продолжает обесцениваться. И знаете, когда ценность жизни включается? За полчаса перед смертью. Когда уже всё, речь отнимается. Когда уже всё, вот эта реальность отключается. И человек предстаёт перед самим собой. И вот он, суд Господен. Он судит сам себя. Он стоит перед собой. Он проживает свою жизнь. В моменте здесь и сейчас проносится вся жизнь. И он видит, сколько он профукал. Как он из рая сделал ад. И это всё он сам. И у него шок от того, как он прожил свою жизнь. И в этот момент у него нет даже мысли переложить ответственность или обвинить кого-то. Но он просто видит себя во всём своём жизненном пути. Полностью себя. Вот это называется «предстать перед самим собой». Это то, что мы делаем сейчас экспериментально. То есть сдвинув эту точку, у нас получился доступ к информации, где мы можем включить именно этот режим перемотки. Когда человек начинает осознавать себя. Осознавать ту фигню, которую он творит на автомате. Когда у него внутри включается «стоп, так что же я делаю?» И в какой-то момент идёт покаяние перед самим собой. Искренне. Когда хочется плакать. И здесь мужчинам надо плакать. Вот. И женщинам тоже. И очень много моментов искренне включается. И я даже вот вчера увидела персонажа одного, которого мы брали в работу. И я удивилась у него. Он рассказывал там историю. У него текли слёзы. И я когда увидела, я понимала, у человека включилось чистое сознание. Вот оно. Вот оно. Оно вот так включается. Оно так включается. И вот это называется создание. Потому что в данном случае ты не управляешь человеком. Это не власть. Это человек разбирается сам с собой. И это его выбор. А ты всего лишь создаёшь себя целостным и здоровым. Себя. И при этом у тебя есть возможность ещё в жизни своей… Ну, исправить ошибки – это не совсем так. Начать всё с чистого листа. Вот это ближе всего. То есть это не тогда, когда у тебя уже всё. Ты уходишь. Твоё сознание уплывает. Ты знаешь, что это твой час. И уже ничего не изменить. А именно в жизни. А в жизни, да. У тебя продолжится жизнь. Но ты её будешь воспринимать уже не через призму, как кого наколоть, обмануть, обхитрить, похоронить, проявить силу, ещё что-то. А с чистого себя. Через чистоту. Через искренность. Ты к человеку относишься как к самому себе. Ты услугу ему оказываешь как к самому себе, если ты работаешь с человеком. Ты помогаешь ему как к самому себе. Ты полностью видишь его как к самого себя. И когда ты видишь его как к самого себя, то и сонастройка идёт… Ты себе не можешь причинить боль. Ты себе не можешь сделать бяку какую-то. Ты себе не можешь… Ну, это исключено. Это исключено. То есть всё, что касается инфодайинга и то, чему учим мы, и то, о чём написаны наши книги, это вот этот подход. Это подход создателя. Это подход создателя, который любит своё создание. Он любит тот мир, который он создаёт. И подходить в этот мир, врываться в этот мир через состояние власти – это глупо. Поэтому вот эти книги, вот эти все книги будут обязательны для того, чтобы… Их надо прочесть до того, как взять в руки парадоксальное восприятие. Книга нереально сложная. Нереально сложная. Она многогранная. Она раскрывает огромные информационные слои в человеке и даёт возможности невероятные. Психики и вообще жизни. И поэтому я вообще пока вот сидела, могу сравнить парадоксальное восприятие действительно с бриллиантом. Это который как сверкает из любой… Из любой грани. Да. Поверни так, и грань вот так сверкает. Поверни так, она вот так. То есть ты везде в каждом слове. И каждый раз заново будешь открывать, открывать, открывать себя самого. И причём каждая грань, она будет отдельно. И главы так написаны. У них нету такой связи, что мы вот целостно всю вот на эту тему. А они глава за главой, глава за главой. Они как паутинка плетётся, вот как грани бриллианта. Они идут в одном потоке, а поток идёт всегда по спирали. Поэтому темы повторяются. И темы будут повторяться и пересекаться с темами, которые начаты в этих книгах. Но с восприятия объективного, плавный переход после управления восприятием к субъективному и дальше по нарастающей. И уже когда вы приходите к парадоксальному восприятию, у вас идёт такая широта, когда вы видите все эти грани одномоментно. И вы можете играть уже осознанно. И потом вообще переходите с парадоксального восприятия, постепенно к целостному. И здесь в какой-то момент идёт полное осознание иллюзорности жизни. И это не просто слова там великого индуса какого-нибудь или ещё чего-то. Потому что, когда я смотрю, есть много роликов сегодня, особенно этих индийских гуру, очень сильно любят эксплуатировать на эту тему про иллюзорность нашей жизни. Они говорят правильные вещи. Вопрос, большинство из них даже не осознаёт, то, что они говорят. Потому что они повторяют слова каких-то гуру. Тоже у гуру был гуру, а у гуру ещё был гуру. Кто-то когда-то осознавал. Цель осознайте сами. И тот кто-то для этого человека авторитет. И повторяется, и повторяется, и повторяется. Это в принципе, когда вот так выносится авторитет, и учитель, наставник, и вот ученики, и ученики. Это тот же самый эффект, как у Масаев. Вот вырвали детям зубы в 6 лет. Вождю племени вырвали когда-то. Или он выбил, случайно. Или он выбил, да. И потом, или зубы болели, да. Ну, скорее всего, вырвали ему все зубы, чтобы они не болели. И потом уже сколько поколений всем детям в 6 лет, всем мальчикам вырывают зубы. И ходят они без зубы, потому что к этому моменту уже часть зубов успела смениться. И те, которые успели смениться, значит, там уже дырки. И спрашиваешь, зачем вы зубы рвете? Они говорят, у нас традиция такая. Традиция на чем основана? На том, что вождю какому-то, уже никто не помнит того вождя, вырвано было. Вот она автоматизм. Вот она автоматизм этот, тупизм. Зацикленность. Зацикленность. Человек не думает об этом. И вот точно так же. И точно так же гуру индусы. О, там великий Кришна сказал, или Махараджа сказал, еще какой-нибудь Гаджа сказал. Неважно, кто сказал. Но это вынесенные авторитеты. У тебя нету собственного прожитого опыта. И ты пытаешься, как макака, повторять этот опыт. Повторять те слова, которые ты не осознаешь. А ты возьми, проживи, осознай это. И тогда у тебя будет свой опыт. И на основании своего опыта ты будешь доносить информацию. И тогда человек будет понимать, проживал ты это или не проживал. Все, что мы рассказываем, все, что мы доносим, все, что мы пишем в книгах, прожито только нами самими. Мы нигде не взяли ни один источник литературы, не переврали, не перескали. Кстати, на эту тему, когда мы зимой сдавали экзамены по психологии, были моменты такие, когда задавались вопросы. И я когда отвечала, там как раз по аутизму были вопросы. И я из нашего практического опыта отвечала. И там программное обеспечение. Ну, перебивали, это ладно. Как там формируется программное обеспечение детей, до какого возраста. И я говорю, что к трем годам родители там все. И они, а кто это написал? А в какой-то книге описано? В нашей. В нашей книге это описано. Мы просто это знаем с практического опыта. А им надо авторитетное лицо. Да, то есть, понимаете, вот эти вот сноски, они иногда смешно. На самом деле есть, оказывается, литература, где это описано. Оказывается. То есть не только мы к этому приходили, но мы к этому уже пришли сами. Через наш опыт, через нашу работу, через наши собственные наработки. Мы сами пришли к этому, да. Понимаете? И вот так абсолютно каждый шаг был прожит, прожит, отработан через практическую работу, тысячи консультаций. Поэтому, когда мы говорим человеку советуем, осознай, проживи, и у тебя будет свой опыт, у тебя будет чем делиться, тогда ты не будешь выносить этого авторитета. И тебе не надо быть никакой махараджи. Но вообще тема секты это отдельная большая тема. А вот есть еще более такая... Чем секта отличается от семьи, господа? Давайте тут посмотрим с точки зрения парадоксального восприятия. А ни чем. Та же секта. Семья – это та же самая секта. Та же самая коллективная. Давайте посмотрим на личности и на авторитеты в семье. Давайте посмотрим, а где личность в семье? Посмотрим на личность ребенка в семье. А личность мамы в семье. А личность отца в семье. Ю-ху! Уже есть о чем задуматься. Да, так пум, глаза как у кролика вылетели. Понимаете, какая глубина? Вы только задумайтесь, где личность в семье. А ведь она должна сформироваться. А это значит, что должна быть какая-то единая психическая структура, которая сформирует единую личность, которая называется семья. тогда есть возможность рождения интересных сценариев, там, где будут озарения, осознания. Но тогда семья становится единым целым. А тогда посмотрите, как вы живете. Родители едут отдыхать на море, а детей бабушки оставляют. Ой, у нас же на детей денег нету. Или мы хотим отдохнуть. Мы хотим от детей отдохнуть. Ю-ху! А где личность в семье тогда? А нужны ли вам дети? И вообще ценность, да, где? Вот оно, вот оно, вот оно. Вот когда вы через эти призмы видите, да оно очевидно тогда. Все вот на ладони лежит. Какие тогда могут быть рассуждения о том, что вам нужны дети? И тогда ответьте себе на вопрос, а почему ваши дети болеют? Вот они и болеют. А как им еще внимание ваше привлечь к себе? И так далее. Вот эти вот вещи, они, мы, кстати, о них будем говорить на... По семье мы пройдемся вот сейчас у нас будет завтра. Практикум личность и авторитетность в жизни. А жизнь это что? Это семья, работа, отношения. Это те моменты, где мы, кажется, мы априори личность. А вас там как личности нету. Вы сами себя там предали и размазали и уничтожили. Вот вдуматься даже ведь. Вот просто вот заблите, прочувствуйте, ведь это так. А авторитетность в семье где у вас? На ком? Ой, муж для меня авторитет, а я для мужа авторитет. Так кто для кого авторитет? Ага. Есть о чем подумать? Пошло, да, так? И пошло так. Перекладывание, да. Перекладывание, да? В каком вопросе я на кого скину ответственность. И кто вам во всем этом помогает? Религия. Религия и представление, которое как правильно, как неправильно, что должен мужчина, что должна женщина, что должен ребенок. А если это не так, то это плохо, надо жить по правилам. Все, и прям вот ты говоришь, а у меня прям рассыпание, рассыпание, рассыпай. Спи, 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 засыпай. А надо проснуться. А надо проснуться и вспомнить, что вы боги. И что вы состоите в эту реальность. Собраться. Собрать себя целостным. И тогда уже с целостного восприятия становится очевидным, что семья — это я. Это я. Это единое я. И в этом я каждый я. И там каждый я. И каждый я — это я. И тогда рождается личность в семье. Но ее надо родить осознанно. И тогда авторитет на я. А смотри, авторитет на я. Как это ребенок будет капризничать, ребенку там что-то не нравится, я что, должна удовлетворять все его прихоти? Ю-ху, вот ваши качели. Вот ваши качели, когда вы нецелостны, когда вы начинаете игру в должна, или он будет так, а я так, и уже в башке творится. А всего лишь все это сворачивается вот так. Вот весь бардак в башке сворачивается просто через искренность. Искренность в моменте здесь и сейчас. В моменте. Вот я хотела сказать. Вот сам момент здесь и сейчас. Ребенок искренне чего-то хочет. А почему вы не можете ему это дать? Что вас удерживает? Разберитесь с собой. Вам жалко денег? Вам жалко времени на ребенка? Чего вам жалко? Ведь это вам жалко. Это вы жадны сейчас. Вы жадность не проработали. И вот эти вот моменты. Там будет много моментов, которые мы раскрутим, нестандартных. Это мы будем завтра на практикуме. И потом будет погружение, где мы все это сможем прожить, прочувствовать, для того, чтобы не наступать на свои собственные грабли. Для того, чтобы в моменте здесь и сейчас выключить автоматизм. для того, чтобы каждый шаг был действительно искренним. Чтобы каждый шаг был я. Я. Это я иду. Это я живу. Это я создаю рай. Это я создаю эту жизнь, и я несу за нее ответственность. Не перекладывая никуда. Я, оно невероятно красивое на самом деле. Ты говоришь, я прям вижу это. И полюбить это я, и принять это я, и полюбить... Как недавно мы работали с подсознанием, с одной мамой, полюбить... Что подсознание выдало? Полюбить красоту в ребенке в любом аспекте. А, да. Просто полюбить красоту в ребенке. Неважно, будет с Тим, полюби с Тим, будет там какое-то его поведение, полюби это поведение, потому что оно красиво. Найди в эту красоту. И подсознание говорит, пока не научится видеть красоту во всем, буду держать, вот за горло ее буду держать. И самое интересное, что ей-то еще надо увидеть красоту в папе. И это отдельная тема Марлезонского валета. Невероятно интересные штуки. Но мне вообще очень нравится то, чем мы занимаемся. Потому что каждый раз, когда мы открываем вот эти моменты, они дают воодушевление, они дают силу нам жить, нам идти дальше, нам изучать эти темы. И даже... Мы уже обсуждали с Ириной, что, по сути дела, мы описали сейчас глобально, описали вообще, как устроена психика. Дальше можно наращивать психика, антипсихика, мир, антимир. Наращивать эти структуры, но они будут идти уже по подобию. То есть нет смысла копаться глубже. Можно все это теперь систематизировать, привести в порядок, обрезать и укоротить, и как бы разбить по разделам. И тогда исчезнет поток, который по спирали двигал информацию, исчезнет вот эта живая родниковая сила, которая ведет и расширяет сознание. Но при этом для программы ума будет полностью систематизирован, складирован материал, который будет лежать уже в относительно научном формате. И тогда инфодайм можно будет двигать под науку и по нему, ему обучать людей, обучать специалистов, кто будет работать в нашем центре. Мы-то центр все равно планируем и ищем сейчас, как это все запустить для того, чтобы это все работало и соединялось с другой медициной. Интересно, это все. Задачи большие. И при этом мы понимаем, каждое вот такое систематизация и обрезание, оно будет бить по развитию сознания человека. И тогда эти книги будут потом со временем бесценны. В своем первом варианте. Не переработанном. Как чистый родник, как чистая вода, как чистое сознание. Потому что, когда уже они обработаны, тогда уже это родник, заточенный в купе или еще во что-то там такое. Это так же, как природный. Опять меня на камни несет. Что-то сегодня. Природный что там. И потом, когда уже обрабатывают, получается. Это бриллиант из алмаза или алмаз из бриллианта? Бриллиант из алмаза. Бриллиант из алмаза. Алмаз, значит, природный, а потом, когда уже получается бриллиант. Ну, вот это по типу того, что потом это уже как искусственная обработка. Ну, да. Алмазы тоже бывают разные. Есть же искусственный алмаз. Но все равно. Ну, я не про искусственную, а про природу. Сперва он имеет неограненную форму, потом он получает огранку и, соответственно, потом он уже стоит других денег по сравнению с тем, когда найден. Вот, кстати, сейчас идет обработка. Сейчас идет обработка. А найден он в другом виде. И найти в себе может каждый по книгам, но потом не в обрезанном. Тут есть о чем подумать. Ну, да. Ну, в любом случае, книга «Парадоксальное восприятие» она дает переход к создателю иллюзий. Потому что психотехническая база создателя иллюзий, подхода к иллюзионисту у нас уже будут описаны в следующей книге. Ну, вы знаете, когда-то уже все это было. Точно так же были написаны книги по черной и белой магии, которые потом перевраны были умом и так далее. А к иллюзионисту тоже люди приходили, когда писали магию. Но она скатилась на уровень надсознания, на уровень рептилки. Ну, потому что повторялось. Потому что вот так же, как гуру повторяют, какого-то гуру, а нет осознаний своих собственных. Вот точно так же и с магией. Поэтому тоже надо очень хорошо подумать по следующему шагу. Потому что книга уже частично написана. А пока вообще о публичном. Хотя она должна быть публичной. Не знаю, посмотрим. Время покажет. Всему свое время. Ну да. Поэтому, если вам интересно парадоксальное восприятие, если вам интересен инфодайинг, если вам интересна психика, если вы сами интересны самому себе, добро пожаловать в инфодайинг. Да, я хотела сказать тоже. Добро пожаловать. Это возвращение к себе искреннему, настоящему, открытому. Это конкретно возвращение к себе. Не к кому-то. И этот путь вам придется пройти самому. Другой вопрос. Как вы его будете проходить? Вы будете проходить его сами, полностью, целиком, как шлемы. Вы пойдете путем книг. Потому что уже есть вещи пройденные, описанные. Вы будете двигаться, используя там наши наработки, семинары, тренинги, материалы, какие-то погружения. Но в любом случае, это путь, путь к себе. И это путь к себе настоящему, искреннему, чистому. Именно чистому. И вы знаете, этот путь, единственное, что могу сказать сразу, этот путь невозможно проделать, во-первых, не в паре. Потому что надо, чтобы с двух сторон было всегда восприятие. Пока не дойдете до парадоксального восприятия. Второй момент. Это не работая с людьми. Потому что, когда вы работаете с людьми, в первую очередь моете свое зеркало. Своё. Вам кажется, что вы помогаете людям, а на самом деле вы работаете с собой. И все клиенты вашей жизни пришли, как ваши зеркала, чтобы показать вам ту часть, которая у вас немытая. Либо же, которая вам интересна, чтобы была чистая. И нет ни одного случайного человека. Нет ни одного случайного. И каждому человеку на выходе благодарность. Поэтому, когда мы говорим о наших клиентах, мы всегда говорим с глубокой благодарностью и любовью. Потому что мы работали для себя. И это правдивый подход, который, казалось бы, как-то, а не просто нас используют. Нет, господа. По парадоксу, вы нас используете точно так же, как мы вас. Если использовать слово «использовать», да? А если применить другое слово, где мы в любви и радости играем в искренности, и в искренности помогаем друг другу помыться, быть чистыми, быть здоровыми, быть счастливыми, то это другая сторона медали, где вам интересно быть здоровыми, и нам интересно разобраться с тем, как работает психика человека. Вот тогда мы говорим об искренности, и тогда идёт честный подход. Но тогда отсутствует клиент прав, такой привычный для нашего общества. «Крест» и «Танк» тоже привычны. А жизнь? А жизнь непривычна? Да. Да, надо уметь думать головой, видеть разумные моменты и любить жизнь. Когда вы искренне открыты и настоящие, когда вы любите себя, у вас есть ресурс на любовь к жизни. И тогда не надо превращать рай, в который вы пришли, в ад после себя. Да, и очень важно, чтобы мужчины осознали в себе автоматическую жизнь и стали живыми. Вот у меня очень важно, чтобы мужчины стали живыми. Ну, для этого женщина должна. Опять, видишь, должны-должна. Но тут, смотря как воспринимаешь слово «должна-должны». Женщине надо осознать свою силу, осознать то, что именно в ней бесконечность, именно в ней жизнь. Именно женщина даёт жизнь. Ей надо научиться заново ценить себя, любить. И тогда мужчина рядом с ней будет просыпаться. И из автоматических реакций будет становиться, переходить в живые, в момент здесь и сейчас, в живые, в искренние. Как-то так. И тех мужчин, которые являются папами наших детей, когда вас переклинит и вам захочется разобраться с ложью в своей жизни, привет, пишите, звоните, снимайте видео. Мы любим вас и помогаем вам вернуться к себе настоящим. Пришло время пап. Я бы так сказала. Пришло время пап. Сейчас чётко пришло время пап. Настал ваш час. И на этой прекрасной ноте мы сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на стриме. У нас завтра 18 часов стрим. Каждый раз в понедельник вы можете задать нам вопрос, получить ответ. В первую очередь, в обязательном порядке прочитываются все, которые идут за донаты. Донаты у нас идут прямо с платформы Сабришин. Они называются уже не донаты, они называются благодарности. И с 18 часов у нас будет вопрос-ответ на канале, на ютубе, канал Натальи Зайцевой. И дальше, дальше, дальше у нас будет практику. Личность и авторитетность в жизни. Мы зайдём и разложим личность и авторитетность, как и где мы проявляемся, как роботы-автоматы. И мне хочется даже сюрприз один запулить на этом погружении. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Спасибо.